сейчас когда дачный сезон подошел к своему завершению самое время приступить к выращиванию зелени у себя в квартире и кстати сказать делать это можно абсолютно круглый год особенно это касается зеленого лука поэтому так как сегодня я займусь выгонкой зеленого лука двумя нестандартными способами оба без земли то заодно буду делиться с вами всеми подробностями этого процесса и так сразу скажу что технология выгонки пера без земли примерно одинаково это очень легкие и всем доступные способы с той лишь разницей что мы выберем в качестве грунта например сегодня я буду высаживать в древесной опилки и на самую обычную туалетную бумагу в целлофановый пакет а уже примерно недели через две-три мы будем сравнивать итоговый урожай и отдавать предпочтение в пользу того или иного способа сразу отмечу что емкостью для опилок могут быть абсолютно любые чашки контейнеры или даже пластиковые ящики из-под фруктов которые я уверена есть у каждого дачника но у меня есть очень вместимая высокая пластиковая коробка и очень выгодно то что она полностью прозрачная и даже крышка и вот именно ее я буду использовать для выгонки пера в опилках самым первым шагом я перед посадкой все эти опилки ошпариваю кипятком так во первых я их размягчаю смываю с них все смолище вещества и тем самым снижаю кислотность ну а если же у вас прессованные опилки из зоомагазина то вот как раз после кипятка они разбухнут и распрямятся то есть в итоге получится рыхлый и экологически чистый субстрат который нужно оставить до полного остывания обратите внимание влажность опилок должна быть умеренной чтобы они не плавали в воде так как именно такой субстрат стимулирует рост корневой системы следующим шагом переходим к подготовке посадочного материала и тут сразу обращу ваше внимание на то что для посадки используйте только отечественный лук так как импортные его нередко обрабатывают химическими составами которые препятствуют прорастанию корней и пера при этом выбирайте перезимовавший лучок размером головки от 25 до 40 миллиметров так как от нового урожая перо либо очень плохо растет либо не растет вообще но если же у вас только свежий лучок периода июля-октябрь то до начала выгонки уберите его необходимое количество на пару недель в холодильник и тем самым создайте ему имитацию зимы я свой лук приобрела в обычном супермаркете выбрав головки необходимого размера и несмотря на то что он урожая этого года выдерживать в холоде я его не стала так как по времени уже почти декабрь и так сначала я замачиваю луковки в теплом растворе марганцовки на ночь чтобы они проснулись и тронулись в рост затем снимаю с них лишнюю шелуху ту что легко снимается и наконец обрезаю им макушечку чтобы тем самым увеличить диаметр обрезанной части так как чем больше будет точек роста и пучков тем больше будет зеленых перьев далее когда все готово то насыпаю в ящик остывшие опилки слоем толщиной примерно пару сантиметров и одну за одной плотно друг дружке выкладываю луковки так чтобы они полностью заняли весь контейнер ведь при вот такой плотной посадки сами они не растут но зато всю свою жизненную силу тратят на выгонку зелени ну а сразу же после высадки я ящик накрываю крышкой и на пару дней убираю в темное теплое место для наращивания корневой системы в дальнейшем же луку нужно будет как можно больше света и лучше даже использовать досветку то есть чем дольше будет свет тем быстрее можно будет получить заветный результат а вот наоборот от недостатка света зеленые перья будут желтеть и увядать лампу же лучше установить сантиметров тридцати от головок и ровно сверху чтобы перо не заламывалось буквально дня через три-четыре я крышку сняла полностью и выставила грядку на свет а когда уже появится первая зелень то будет хорошо если ее регулярно опрыскивать тогда перо будет сочным только делать это нужно так чтобы влага не попадала на луковку подкармливать же его ничем не нужно но максимум можно на самой ранней стадии всходы поливать водой с перекисью водорода а уже более взрослые растения можно опрыскивать этим же составом это значительно ускорит рост и развитие пера ну и наконец второй способ выгонки лука это на туалетной бумаге в целлофановом пакете для этого нам понадобится обыкновенный прозрачный и прочный полиэтиленовый пакет и самая простая дешевая туалетная бумага сначала я в отдельной чашке залила теплой водой несколько ее слоев слегка отжала ее чтобы вода не стекала и переложила ее на дно пакета а уже в эту полученную кашицу высадила заранее подготовленный лучок здесь также важно чтобы бумага была в меру влажная иначе лук может начать гнить луковки я не заглубляю и высаживаю плотно друг другу а в завершении надуваю пакет несколькими выдохами и прямо не выпуская воздуха завязываю резинкой вот в таком вот виде я оставляю его на два-три дня в темном и теплом месте чтобы луковки нарастили корневую а затем как и первую грядку выставляю на свет ведь для выращивания зеленого лука в пакете особенно требуется яркое освещение заметьте что пакет открывать совсем не нужно пока перья не упрутся в верхушку пакета там внутри воздуха и влаги ему пока еще вполне достаточно а уже когда перья достигнут потолка то я пакет приоткрою и буду содержать его вот в таком виде до сбора урожая спасибо за просмотр ставь палец вверх и подписывайся на наш канал